Организаторы премии «Компания года» 12 месяцев ходили по кафе, крупным торговым центрам, рекламным агентствам. И не для досуга, а чтобы оценить их работу с точки зрения обычного обывателя. Мы судим о компаниях как потребитель. То есть вот приходит потребитель в автосалон, ему там либо комфортно, либо нет. И уже не важно, на самом деле, сколько машин продает компания в масштабах страны. В итоге специальную премию в номинации «События года» редакция журнала «Весь Орел» присвоила сразу двум участникам. Одна досталась торгово-развлекательному центру «Рио» за слегка затянутое открытие торгового комплекса. Была еще идея строительства гостиничного комплекса. Потом в момент кризиса, как бы, немножко планы компании изменились. И пока, как бы сказать, обошлись только строительством торгового центра. Но в дальнейшем все возможно. А вторая премия досталась рекламному агентству «Пятница» за проведение ночи пожирателей рекламы. Завтра еду в Санкт-Петербург на финальную ночь. Набраться какого-то, возможно, нового опыта. Посмотреть какие-то новые фишки для того, чтобы в мае следующего года внедрить уже в ночь пожирателей в Орле. Лучшим электронным СМИ признали сайт «Окофото». Мы не освещаем политику, скандалы, интриги, расследования. Мы показываем наш город с красивой стороны. Мы хотим сказать нашей аудитории, что в этом городе что-то хорошее происходит. И, может быть, здесь стоит остаться и чего-то достичь. Ну а медиахолдинг «Истоки» забрал сразу два диплома. 17 рублей, мы 17 рублей. По версии журнала «Весь Орел» мы самые стабильные и успешные. Да и радиостанция «Европа плюс Орел» в этом году бьет все рекорды по наградам, прибавив к копилке достижений еще и звание лучшей радиостанции «Орла». Сергей Гудков и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.